МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Юлия Важенина. Главные новости страны и Чувашии в репортажах корреспондентов национального телевидения. Смотрите сегодня. Неудача и невезение, а народное признание. Как распределились голоса при выборе депутатов? В тесноте да не в обиде, но не девятерым в двухкомнатной квартире. Как республика поддержала многодетные семьи? Цены ниже, выбор больше. Сколько фермерской продукции приобрели во время ярмарки дары осени? Выборы 2022 завершены. Во многих муниципалитетах нынешняя избирательная кампания показала общий тренд омоложения депутатского корпуса. Нарушений и жалоб, которые отразятся на окончательных итогах, в ЦИКе не выявили. В регионе в общей сложности замещено 385 мандатов. Как распределились голоса и о чем, сожалеет председатель Центра избиркома республики, расскажет мой коллега Дмитрий Ковалев. Так начинается рабочее утро на каждом избирательном участке страны. В день выборов, подсчет голосов и распаковка конвертов. В конвертах запечатаны бюллетени от тех, кто голосовал еще до 11 сентября. Под пристальным взором камеры нашего оператора урну пломбируют и опечатывают. Только после этой процедуры сюда помещают бюллетени. Первым голосующим на избирательном участке в поселке Сюктерка стал Александр Полицкий. В районе проходили выборы нового состава депутатского корпуса. С надеждами. С хотим. С огромными. На что надеетесь? На благополучие. Конкретно? На наше благополучие. Российское. В 19-ти вновь образованных муниципальных округах сформируют собрания депутатов. В городах республики замещают вакансии. На один мандат претендовали по три, а то и семь кандидатов. Предварительно можно сказать, что выборы были признаны легитимными. Народные избранники 9-го избирательного округа тоже собрали список наказов. Хотя сейчас основные баталии проходят на территории школы. Жители микрорайона выясняют, кто из них лучший спортсмен. Баталии в спорте и политике в одном шаге друг от друга. По итогам обработки 100% протоколов, выборы на 384 избирательных округах признаны состоявшимися. И только в Ядринском районе, на участке номер 20, единственный зарегистрированный кандидат не смог добраться до необходимого для победы количества голосов. Явка по республике превысила 55%, но отстают города. Именно в городах самая большая конкуренция за мандаты. Борьбу вели кандидаты шести партий парламента и самовыдвиженцы. 333 места в собраниях депутатов займут представители «Единой России». На втором месте «Справедливая Россия за правду». На третьем – самовыдвиженцы. Сегодня достаточно большое количество жителей района подошли, уже проголосовали. Как мы видим, администрации школы было планово подготовлено уже мероприятие по случаю дня физкультуры и здоровья. Это плановое мероприятие проходит во многих школах сегодня. Ну, как видите, родители подошли, им очень это за себе понравилось. На выборы шли всегда как на праздник. И надо сказать, что городское собрание депутатов – это то первое звено, с которым сталкиваются наши жители микрорайона. Мы, естественно, как муниципальное общий обязательное учреждение сталкиваемся. И я очень рада, что достаточно много людей уже решили прийти отдать свой гражданский долг. Победили профессионалы своего дела. Так, на довыборах в Новочебоксарске взяла мандат в городское собрание депутатов. Кандидат от партии «Единая Россия» Александр Петрянкина. Ее чебоксарские коллеги тоже отличились. В лидерах по трем избирательным округам – Инна Исаева, Владимир Доброходов и Павел Литвиненко. Люди должны понимать, что те решения, которые принимаются на самом верху, должны правильно исполняться на низовом уровне. Городское собрание депутатов – это как раз тот орган, который эти решения притворяет в жизнь. В Госсовете региона рассчитывают выстроить конструктивный диалог со всеми муниципалитетами. Мы ставим задачу более теснее работать с населением, более активно участвовать в процессах, которые происходят в городе и республике. Количество депутатов уменьшается, не будет сельских депутатов в муниципалитетах, ответственность перед депутатами возрастает. Глава региона Олег Николаев также ожидает новых подходов в развитии республики. Свой гражданский долг он исполнил вместе с супругой по прописке в поселке Сюктерка. Предстоящая задача – провести глобальную реформу и сформировать муниципальные округа. У нас появляется единый бюджет муниципального округа, который формировывается, исходя из потребностей, задач развития муниципального округа и тех проблем, которые надо решать на территории муниципального округа. В связи с этим, конечно же, у депутатов муниципальных округов появляется задача более тесных коммуникаций с жителями населенных пунктов, которых они представляют, и активное включение этих задач в государственные программы через муниципальный округ и ведомственные органы исполнительной власти. Депутатам необходимо стать как можно ближе к своим избранникам и решать все проблемы сообща, отметили все участники выборного процесса. Дмитрий Ковалев, Алексей Зотиков, Павел Редков и Игорь Зверев. Республика. 11 сентября в республике открылись 780 избирательных участков. За порядком на выборах, а также явкой и соблюдением закона следил штаб общественных наблюдателей Чувашии. В этом году, по данным штаба, явка ниже за процессом голосования следили 1946 наблюдателей, порядка 400 представителей политических партий. На всех участках было и видеонаблюдение. Чтобы проверить нарушения лично, члены избирательной комиссии посетили некоторые избирательные участки. Выборы проходят спокойно, без нарушений, и они никоим образом не могут повлиять на результаты вылезения граждан. Везде у нас имеются маски, не только для членов комиссии, но и для наших избирателей, но и также все необходимые средства защиты. Были ли в ходе выборов зафиксированы нарушения и как их выявляли? На каких территориях голосовали наиболее активно выборы в муниципалитетах Чувашии, прокомментировал Центр избирком региона. Были определенные шероховатости в работе комиссии. Всего было несколько жалоб на работу комиссии, но они все были устранены. На каких-либо существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления избирателя. Поэтому ни одного особого мнения у членов комиссии на территории Чувашьей республики не было. Это говорит о том, что выборы признали и как участники избирательного процесса, партии и кандидат, так и члены избирателей комиссии. Южные районы республики голосуют более активно. Особенно хочется отметить Яльческие, Батаревские районы и Комсомольские районы, в принципе, так и Алатаревские районы тоже. Жители этих районов приняли активную участие. Явка на отдельных в этих районах составляла и 60, и 70 процентов. Выходные. Один из крупнейших городов республики Шумерля отметил День города. 106 лет назад была основана небольшая железнодорожная станция. Она состояла из вокзала и нескольких построек. В 1930 году здесь появился рабочий поселок. В 1937 Шумерля приобрела статус города. В годы Великой Отечественной войны сюда эвакуировали военное производство. С тех пор началось развитие промышленности. Сейчас Шумерля активно развивается. Работают несколько предприятий машиностроительной отрасли, которые известны далеко за пределами республики. Как прошел праздник в нашем репортаже. Парад маршевых ансамблей, фестиваль-конкурс военно-патриотических клубов республики, плац-концерт барабанщиков и барабанщиц уже в шестой раз проходят в День города Шумерля. Участниками нынешнего фестиваля стали 19 команд из 9 муниципалитетов. Команды, представившие сегодня на фестивале свое творчество, свое умение не только держать бой-барабан, но самое главное – держать строй, очень складно, четко действовать, говорить о том, что мы с вами движемся в правильном направлении. Нарисуй! Этот мир подарит друзья! Средняя общеобразовательная школа номер два в прошлом году получила грант главой Чувашии 200 тысяч рублей. На эти средства открыли один из первых медиаклассов. Старшеклассники осваивают мастерство интервью, а школьники помладше рисуют мультфильмы. Сегодня мы будем делать мультфильм методом перекладка. Для этого вам нужно взять эту фигурку и положить ее вот сюда. Эти ребята точно смогут реализовать все свои творческие планы. В Чувашии появилась своя студия «Чуваш-мультфильм». Точка роста во второй школе тоже привлекла внимание гостей. Центр образования цифрового и гуманитарного профиля оснащен современным оборудованием для реализации основных и дополнительных общеразвивающих программ. Также созданы рабочие зоны по предметам. В новый учебный год школа вошла после капитального ремонта. Большой капитальный ремонт и в самом городе уже идет. Обновляются дороги, модернизируется коммунальная инфраструктура. Большие планы по обновлению жилого фонда. Мы планируем буквально в первом квартале, в край начало второго квартала, закончить программу переселения из ветхого аварийного жилья и начать новую программу. Мы хотим это сделать совершенно по-новому, по-иному. Преобразовать эти пространства, где находятся ветхие дома, в совершенно вины современные кварталы, где люди не просто могут жить, но и развиваться. Мне нравится, потому что мне уже 70 лет. Мне нравится спокойная жизнь здесь в городе. У нас здесь леса, кругом ходим в лес, за ягодами, грибы. Ну и воздух сейчас почище стал. Сейчас очень хорошо. Я с 68-го года здесь живу, в Шумерленд. Сейчас все переделалось. Очень красиво. Пойдешь, чисто, все кругом чисто. Вед на руководство коммуналки взялся за дело. В прошлом году Шумерленд победила в пятом всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений. Выигранные деньги, 70 миллионов рублей, направлены на благоустройство Центрального городского парка культуры и отдыха. Здесь будет создана событийная площадка, благоустроен пруд и площадка вокруг фонтана. У зданий кинотеатра построят амфитеатр. Модернизируют лесную часть парка. Появится павильон тендрарей для проведения экологических мастер-классов. Уже через год шумерлендцы смогут оценить благоустройство. Татьяна Молокова, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Республика из Шумерли. Младшим есть где побегать, старшим где учиться. В Чувашии первым семьям, семью и более детьми вручили сертификаты на жилье. Такое, чтобы места точно хватило всем. О жизни до и планах на будущее из уст родителей, о том, как действует сертификат, рассказали в Минстру и Чувашии. В семье Васильевых семь детей. Папа, тренер и чемпион мира по каратэ. По его стопам пошли все, и даже восьмимесячный Толечка. Спортивные и активные, места нужно много. Свою двушку семья давно мечтала сменить на квартиру побольше, да так, чтобы у каждого была своя комната. У нас двухкомнатная квартира, 42 квадрата. Поэтому для нас это очень важно. Спасибо большое. Как раз-таки детям будет место побольше. И учиться, и играть, особенно малышкам бегать. Мы хотим купить квартиру, конечно же, в Чебоксарах. Семьи могут направить сертификат и на строительство жилья. Этой возможностью хочет воспользоваться семья Суховых. 20 лет в браке, 7 дружных ребятишек. Для полного счастья не хватает лишь одного – большого дома в селе. Этот сертификат мы будем использовать для строительства дома, чтобы был большой дом, уютный дом. Для каждых детей комната была, чтобы они там обучались, чтобы в этом большом доме собираться вместе. Такая мера поддержки семьи реализуется в рамках указа главы Чувашии, подписанного в преддверии Дня семьи, любви и верности в 2022 году. На жилье семьям выделили 180 миллионов рублей. Они либо могут приобрести одно помещение, либо несколько помещений. В совокупности площадь всех помещений должна быть не меньше учетной нормы, устанавливая органами местного управления. Допустим, по территории города Чебоксара это 14,5 квадратных метров на человека. Соответственно, исходя из этих параметров, семья может выбрать даже несколько живых помещений для того, чтобы соблюсти эти нормы и приобрести жилье. Всего в Чувашии документы на сертификат может подать 31 семья, 7 плюс. Но срок действия ограничен. Воспользоваться им нужно успеть до конца года. Анна Центовская, Регина Кубайкина, Юрий Марков, Республика. Школа должна не только давать образование, но и воспитывать. В этом году наша республика вошла в число 45 пилотных регионов, в школах которых появилась новая должность советник-директора по воспитательной работе. Кто они такие, зачем они нужны, узнала Милена Алексеева. Воспитание – неотъемлемая часть образовательного процесса, поэтому профессия советника-директора по воспитательной работе очень важна. Они придумывают культурные и спортивные мероприятия для детей, а главное – вовлекают их в активную школьную жизнь. Главная задача советников – стать старшими друзьями для детей. Это специалисты, у которых уже есть опыт педагогической работы. Советниками могут стать не только педагоги с большим стажем, но и молодые специалисты. Алексей Масюк смог стать настоящим близким другом каждому ученику. Ему всего 24 года. Но, несмотря на это, дети обращаются к нему не только со школьными вопросами, но и с личными проблемами и переживаниями. Мы рассказываем им о возможностях, которые им предоставляет как наше правительство, так и проекты российского движения школьников. Мы организуем с ними дни единых действий. Мы привлекаем их к участию в огромном количестве событий и мероприятий. Мы помогаем и курируем их, если они хотят принять участие во всероссийских проектах. Вот это наша работа. Мы работаем с детьми. Дети школ номер 9 и номер 14 Новочебоксарска подготовили масштабный флешмоб. Поставить танец им помогли советники. Патриотическое воспитание детей – еще одна важная задача советников. Для нас важной и интересной является городская гражданско-патриотическая акция «Книга памяти». Она уже идет в четвертый год. Эти книги памяти не пылятся на полках. Они все выставляются в школьных музеях. А в дни каких-то городских праздников, например, День Победы, мы их выставляем на городских выставках. Люди подходят, смотрят. Советники директора не только вовлекают детей в школьную жизнь, но и учат их таким качеством, как доброта и благодарность. Так ребята приняли участие в акции «Спасибо за заботу». Они своими руками смастерили подарочные коробки и поместили туда сладкие подарки. Три, четыре. Активная школьная жизнь обеспечивает детям счастливое детство. Счастливое детство для меня – это участвовать в разных конкурсах, посещать разные музеи, театры, кино. Я бы хотела, чтобы в следующем году, в год счастливого детства, было больше мероприятий для детей. Чтобы у них было действительно яркое, незабываемое детство. Чтобы они больше получали эмоции, знакомились с людьми. Это было бы круто. В Чувашии делается многое, чтобы дети могли сказать «Да, у меня было счастливое детство». Сейчас, конечно, формируется план мероприятий. Он достаточно будет большой, интересный для наших ребят. Будет много проведено мероприятий. Они, в первую очередь, будут направлены на сохранение здоровья, охрана здоровья детей, на обеспечение качественного образования, на реализацию мер социальной поддержки детям и семьям с детьми. Детство – счастливая пора. И в наших силах дать каждому ребенку возможность развиваться и радоваться беззаботному времени. Милиана Алексеева, Сергей Емельянов, Республика. В выходные в Республике стартовала ярмарка сельхозпродукции «Дары осени». За два дня жители Чувашии приобрели 50 тонн фермерской продукции. Больше всего на ярмарке покупали картофель и овощи. В среднем цены на продукты были ниже магазинных на 30%. Если стоим из картофеля 24,5 рубля за килограмм, то на ярмарке приобрести его можно было за 18 рублей. В ярмарочных продажах участие принимают сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства Чувашии. Впервые свою продукцию на прилавках представили самозанятые. Шахматы, спорт или искусство. Как оказалось, «Союз» или здесь неуместен. Правильно, шахматы – это спорт и искусство в равных долях. В этом могли убедиться все, кто стал свидетелем старта суперфиналов чемпионатов России по шахматам среди мужчин и женщин в выходные. Пресс-конференция, торжественная церемония открытия. Чебоксары приехали не только чемпионы мира по шахматам и гроссмейстеры, но и известный во всем мире пианиц Борис Березовский. Открытие суперфиналов стало настоящим шоу. Как это было и что еще будет в ближайшие 10 дней игр, расскажет моя коллега Татьяна Трофимова. Спорт, искусство и наука – все это сочетается в деревянных фигурах и черно-белой доске. Дети, взрослые, люди серебряного возраста – это тот вид спорта, где нет весовых категорий и возрастных ограничений. Каждый находит свое направление и свою стратегию. Такие мероприятия, вот такого высокого уровня, в Чувашии еще никогда не проводились. И вообще отрадно, что это проводится вот действительно у нас, в родном городе Чебоксары. Я шахматами занимаюсь уже давным-давно, несколько десятков лет, и вот такого никогда не видел. Чувашия на 10 дней – столица шахмат России. Проведение соревнований такого уровня делает шахматы еще более популярным видом спорта для тех, кто им, может, даже и не интересовался. А для детей, которые делают первые ходы на черно-белой доске – это масштабное событие. Когда наши дети, внуки видят такие грандиозные мероприятия, это придает больший статус тому, чем они занимаются. Мой внук занимается уже два года шахматами. Мы с удовольствием ходим. За эти два года он стал более собраннее, более мышление у него другое стало, более усидчив стал и дисциплинирован. Потому что это очень интересно, и еще это разливает мозг. Анатолий Карпов, международный гроссмейстер, сравнил игру в шахматы с преодолением трудностей на пути к достижению цели в жизни каждого человека. Через шахматы можно дать такие понятия, навыки, которые пригодятся в жизни в любой профессии. И у нас идея массовых шахмат. Конечно, мы хотим, чтобы были чемпионы мира, гроссмейстеры, мастера. Но самое главное, что мы даем детям понимание, как решать проблемы, как принимать решения, как их защищать. И это гарантия успеха их в жизни. Торжественное открытие суперфиналов чемпионатов по шахматам украсил своим выступлением великий пианист Борис Березовский. В его исполнении прозвучали произведения Шопена и Прокофьева. Прокофьев, между прочим, был прекрасным шахматистом, отметил пианист. И предположил, что чубаксары выбрали местом для проведения соревнований из-за красоты городских пейзажей и благоустроенных площадок. В городе я в диком восторге от Чубаксар. Первый раз здесь. Я много слышал о том, что это один из лучших городов в России по многим показателям. Но, конечно, когда сюда попадаешь и видишь эти красоты, это замечательно. Я все время засыпаю под шахматной стримой. Я играю на таком любительском уровне, но обожаю смотреть стримы. Естественно, короткие партии, потому что длинные у меня нет ни сил, ни понимания. То, что в Чувашии организовано все на высшем уровне, отметил игросмейстер Евгений Томашевский. Потому что шахматы молодеют, и шахматы действительно в наше время очень молодая игра, и по-настоящему спорт молодых. За 12 суперфиналов у меня уже выработалась некая интуиция. Сходу могу оценить общее ощущение отношения, организацию. И могу сказать, что в Чубаксарах первое мое впечатление было, что турнир был и есть, что турнир будет проведен на высшем уровне. Однозначно, почему я так думаю, потому что здесь присутствует внимание к деталям, здесь присутствует внимание к мелочам, здесь созданы все необходимые условия для участников. И, собственно, нам уже участникам останется только показать хорошую достойную игру и поблагодарить таким образом за это отношение. Олег Николаев рассказал, что жители Чувашии с нетерпением ждут встреч с именитыми шахматистами. 17 сентября в семи городах республики запланированы сеансы одновременной игры. В них примут участие дети и ветераны, показавшие лучшие результаты в отборочных этапах. В республике функционирует уже много лет школа Анатолия Генчика-Карпова. Школа Сергея Корякина чуть меньше, но она тоже функционирует, и ребята очень активно занимаются. Действует программа «Шахматы в школу», которая охватывает более чем 3000 школьников, которые активно и постоянно занимаются шахматами и делают неплохие успехи. Проведение этих двух суперфиналов на территории Чувашской республики – это мощнейший импульс развития шахмат в республике. Депутат Государственной Думы России Анатолий Аксаков заявил, что суперфиналы по шахматам в республике – это только начало большого пути. Мы смотрим вперед и рассчитываю на то, что Чебоксары будет столицей шахмат России не только в течение двух недель, когда будет проходить суперфинал, но и в течение всего года до следующего суперфинала. И для этого сделаем все. То есть будут проводиться турниры, встречи выдающихся мастеров с детьми, с любителями шахмат. Мы с Анатолием Евгеньевичем Карповым в ходе этого визита договорились, что на День Республики, Новочебоксарский, где собираются праздновать этот день, откроем центр шахмат под его именем, под именем чемпиона мира Анатолия Евгеньевича Карпова. Анатолий Аксаков сообщил, что чебоксары будут претендовать на проведение матча на первенство мира между российским шахматистом Яном Непомнищем и китайским гроссмейстером День Лежения. Пусть победит сильнейший, как говорят шахматисты. Татьяна Трофимова, Елизавета Цветкова, Николай Скворцов, Республика. Почетный гость суперфиналов чемпионатов по шахматам Анатолий Карпов и школьники из Донецка продолжили аллею дружбы в Чувашском госуниверситете. Высадка молодых голубых елей аллеи дружбы уже стала традицией для участников университетских смен, которые проходили в Чигу этим летом и продлились в сентябре. Уже 30 молодых елочек красуются рядом с новым корпусом госуниверситета. Собственное деревце в аллее посадил международный гроссмейстер, многократный чемпион мира по шахматам, почетный доктор Чигу Анатолий Карпов. Это замечательная идея, это символ мирной жизни, символ устремлений людей. Идея не так много времени пройдет, они вырастут и получится действительно красивая аллея дружбы. Понятно будет, что ее заложили, кто ее заложил. Ребята из Донбасса, ну и те, кто сегодня гостями здесь был, но тоже участвовал в процессе. Еще один гость турнира, заслуженный артист России Борис Березовский, провел мастер-класс для юных пианистов. На встречу с маэстро в Чебоксарской детской музыкальной школе номер 4 имени Ходяшева собрались 50 участников фортепианных отделений и преподавателей школы. Не переживаться и играть в свое удовольствие. Такое наставление пианист дал юным дарованием. Борис Березовский показывал, наставлял и учил ребят чувствовать мелодию, по нотам разбирал их выступления. Как итог такой встречи, вдохновения и желания ребят достигать новых творческих высот. Команда Чувашии стала победителем большой гонки «Время героев» спортивных состязаний Росселекома, состоявшихся в минувшие выходные в Москве. Корпоративные старты собрали 17 сильнейших команд из разных регионов России. Трасса протяженностью 7,5 километров представляла собой настоящую полосу препятствий. Спортсменам-любителям пришлось пройти около 30 испытаний различной степени сложности. Переправа через реку, колючая проволока, рукоход, полоса разведчика, барьеры из бревен. В итоге команда из Чувашии справилась со всеми заданиями с наименьшим количеством штрафных баллов и финишировала с лучшим результатом. На втором месте сборная регионов Северо-Западного округа, на третьем представитель Новосибирска. В составе победителей выступали сотрудники Росселекома из Чубаксар, Шумерли, Цивильска. В августе они стали сильнейшими от отборочных соревнований в Поволжье, проходивших в Нижегородской области. И вот теперь одержали победу на главных корпоративных стартах в Москве. Это были главные новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова